друзья добрый день доброго времени суток вернее ну вот кресло сели основными зрителями нашего канала видели вы уже 1 чатман заказчик вот сейчас мы попробуем тихонечко послушать он уже согрелся я печку протопил дома тепло стрекочет ли этот негодяй там скрип скрежетает или нет но пока не слышно но было периодически там затихает периодически скребет вот ну и сейчас я начну я думаю так я разберу вот этого негодяя выну оттуда а потом уже буду дальше обрабатывать там время покажет как бы разбирать его полностью или не полностью ну что-то надо будет делать вот и заодно значит покажу вам процесс разборки ну и саму эту что там личинка или жучок полный неполный будем смотреть и так тараканы анна чапман смотрим друзья лайкосики не забываем подпишитесь на канал тв маэстро делаем мебель создаем какой-никакой уют работаем короче спасибо за просмотр смотрим видео так видосик пошел так уберем со стола я думаю надо поставить какую-то светлую ткань на стол чтобы было видно что из него сыпется уже поедет девятнадцатого числа клиенту спиночка собачка покусала друзья животные мои друзья они портят мебель я помогая починить мебель зарабатывают лимончик у нас растет пару листочков опять пожелтела но я думаю это естественное движение как бы пару пожелтела пара выросла круговорот природе существует такой вот спанбонт как правило никто не знает как пишется спанд бонд так будет незаметно на два слоя чтобы не просвечивалась чтобы не просвечивалась столешница стол вот некогда пилить все-таки высоковато его сделал на 10 сантиметров убавить под машинку подкладывать чтобы машинка была уровень стола она регулируется там ножки регулируется но не настолько блин все равно просвечен это можно какую-нибудь мелкую заразу упустить блин я постоянно наступаю когда я подключу розетки острое хирургическое вмешательство здесь что нам нужно кто-нибудь типа шива так где мой рюкзак был на уезде нашел вот старинную нить друзья она вощеная пропитана воском то есть она скользкая я так подозреваю что ремонтировали обувь подшивали этой нитью но удобно вощеной очень удобно вощеной нитью делать каретную стяжку то есть эта нитка скользит в ткани когда продеваешь пуглечки нужно предки нам нужно что-то для разбора это пути собачкина игрушка так пригодится молоток надеюсь нет надеюсь не загрызет меня этот звер надо какое-то шиво сейчас мы включим усилитель света усилитель света чтобы нам все было видно так пока так крючочки ну обуви занимался человек вот этот видимо куда-то на печку что же положу и он у него обгорел очень-очень аккуратно попытаемся аккуратно так просто и пули не особо у меня этот инструментов специализированных вот этот вот этот молдинг вот он видите как прибит скобочками ну там через некоторое расстояние скобочками надо но они довольно таки глубоко сидят эти скобочки обычно наш российский молдинг он идет потом значит дырочка в этой головке и забивается гвоздик в этой шляпке и забивается гвоздик в шляпку через 4 то есть гвоздик 4 фальшь потом опять гвоздик вот таки а здесь вот он такой вот маленькой скобой забит как бы вот этот молдинг он лучше чем наш российский вот так чем тут не слышно его ну не слышно наверное я пошевелил кресло пока не слышно так сейчас я придумаю как извлечь эту скобу ну и вот я придумал вот такой маленький какой-то зубочек подцепляешь над двумя руками жестко оп а вот оно получилось видите скобочка такая сейчас попробую чтобы было это на камеру видно главное так чтобы рука не сорвалась не воткнуть декор вам попробуем какую-нибудь какая вытащится замечательно то есть процесс вы поняли как происходит ничего сложного ломать не строить единственное что надо сломать не поцарапать не гвозди не декор чтобы не сорвалась рука жестко держать двумя руками сейчас я вставлю вот какой жесткая здесь пружина у этого в этой подставки прям страшно за телефон что раздавит так о ничего себе я нашел сигарету капитан блэк здесь лежит обалдеть заначка у меня это хорошо когда есть заначка периодически отсюда смахивать что не нужно что мы уже видели в твоей жизни вот двумя руками все быстренько получается придумал я такое шива я придумал просто я его нашел не стала выкидывать думаю пригодится ну вот вот результат ну прям в тему в живу такой вот стоматологический метод здесь прям через каждый гвоздик каба нам вот надо разобрать до угла удобнее было видно было видно этого негодяя который там сидит я почему вынуть вынуть его сейчас а потом продолжить по поводу личинок вынуть именно эту посадь которая грызет участки дерева различные по плотности поэтому все надо не потерять он там шоке наверное звучок друзья когда когда полная перетяжка да то вот это берется пассатижами жестко отрывается все это разлетается вот это когда меняется и молдинг и ткань ничего не желаешь почему я так вот более-менее аккуратно подскажу к этому вопросу все остается почему остается потому что мебель импортная точь в точь такого же не найдешь вот но помимо того что мы ремонтируем кресло там дома еще осталось кресло и диван это полный комплект интересно не заставит правда меня удалить эти видео данная мадама все как проще делает это гораздо это гораздо опаснее метод гнется молдинг его потом можно не исправить в нужное положение есть и вот этот угол чтобы у нас завернуть можно было все ткани там не только ткани там усилитель дальше стоит дальше стоит усилитель ну обычно мешковина обычно мешковина вот такой же вот хруст создает он так же немножко потише телеграм канале друзья подписывайтесь на телеграм канал ссылка есть в описании каждого видео в разделе по канале там я скинул сам видос люди говорят что слышно нашего жучка паучка вот ленюсь ребят не ленитесь надо чтобы не тело вот так изгинала так блять поверни саша мебель вот повернул и спокойно занимаешься это для тех кто может быть захочет попробовать что-то сделать для дома в качестве хобби ну может быть молодые ребята захотят заниматься этим друзья довольно таки неплохой заработок если вы работаете на себя оформляете все документально самозанятый и все и вперед чтобы у вас не было проблем государство с государством вот это тоже надо осторожно быть крайне не увидел можно так поранить глаза и другие части тела дальше прибита ткань очень тоже осторожно чтобы не не сделать затяжку на ткани и чтобы отвертка не сорвалась обычная отвертка ребят заточенной отверткой я это делаю существуют скобо извлекатели скободерки вот но такие они неудобные такая гадость если честно не из того они металла сделаны я хотел как-то думаю заказать где-то у колесарей у сварщика у кого-то заказать чтобы изготовили закалить ее но это опять нужно время а так обычная отвертка заточена чуть-чуть выгнута лодочкой вот где-то разная мебель бывает где-то гвоздик забит где-то вот кольцо ребят тоже опасно поцарапаю нахуй декор надо убирать мебель нереально дорогая видите название ну сейчас поближе если не видите название мады 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 италия кропотливый процесс вот ну стоит того что я вот работаю десять минут ну пусть я три часа провожу пусть пять часов друзья максимум что можно потратить на это кресло до десять часов можно потратить десять часов получается тысяча в час тысяча в час вот видите ворсинки ну это с краю там несколько миллиметров есть возможность натянуть очень рискованно очень рискованно брать вот такие заказы что угодно может случиться вот так одна ниточка зацепится за скобу и вытянется и будет вот так полоса через всю ткань привезешь клиент скажет ну что это такое Александр как же вы так переплыли растоплыли ну и здесь надо быть уже внимательным может быть он где-то сидит уже прям вот здесь этот жучок пока не ездит пока не ездит пока не ездит так это у нас антифон тоже прибит его можно вот так оторвать я еще друзья может быть это эхо просто допустим денете ножки сейчас не показалось там где-то здесь очень внимательно где он залез м слышно ну еще надо найти это просто эхо представляете он не здесь, вот эту сколку ему надо проковырять вот, друзья, я может быть даже его нашел, смотрите, вот она, сейчас я переверну, сейчас я переверну кресло я нашел пораженный участок лакового покрытия пораженный участок лакового покрытия целая система, вот они, видите, друзья, две шишечки ну, слышите, да, слышно, вот и смотрите, две шишечки, смотрите, прям вот он вот они, эти червоточинки а отдается в эхо, как будто он вот здесь изначально, но все равно надо просматривать может быть и зря начал разбирать, представляете, была бы какая халява мне просто тупо обработать ножку вот, я могу тоненьким сверлышком, там, я не знаю, не один миллиметр, а, допустим там, ну, есть тончайшие сверла, да, я могу его нашпиговать во все ранения шприцом туда закачать различные химикаты, препараты и все, и потом воском заделать эти дырочки, все за 10 тысяч рублей, ничего не разбирать но, чтобы потом не лохануться, нужно все-таки так, сейчас будем ковырять здесь вот он, я больше чем уверен, вот они, два поражения вот видите, что значит яркое освещение прям сразу я его нашел ну и просмотреть, нет ли где-то еще подобного сейчас мы будем оттуда его выколупывать вот тоже какие-то, видите, ранения но это рассохся сучок рассохся сучок но не факт, что там никого нету в этих лазейках а туда просто он забраться, ну, маловероятно маловероятно вот он наверняка, сейчас будем расколупывать друзья, параллельно читают телеграм-канал наш заходите, вот так он выглядит тв маэстро сердечко вот он опять вот как его хорошо слышно да он даже, друзья, там вот, смотрите вот эти щелочки, вот вырезы он сверху где-то и он не один вот здесь стопудово тоже скребется и один то есть один вот здесь где-то надо ковырять это надо прям прожектор подносить близко вот здесь вот здесь чем какой-то иголочкой ну это по-любому расковыривать и вообще додуматься да века пишет и вообще додуматься какое-то заразное кресло еще чинить, то страшно к нему притрагиваться ей богу, ребята, интересно они ее зад кусали когда она на нем сидела и баба с кружкой наша всемогущая в Америке термиты съели дом за 500 тысяч долларов вы представляете с хавали дом о чем это гиф я понял думаю что это не слышно это звука так берем иголочку хоть посмотреть как эта гадость выглядит операция и чтобы никто не догадался иголочку берем садимся на стульчик и тупо ковыряем и 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 канал заходите друзья откуда делаю иголку начинаем опираться надо все-таки фонарик это не пропустил фонарик предлагал мне один человек сталь не нужен тебе налобный фонарик нужен да друзья вот посыпали копилки посыпали копилки где он ну поферам скребется Это надо такую нору понравить. У себя активность короче съебывается. Сейчас покажу, друзья. Это просто капец. Сколько так придется ковырять. Покажу поближе. Прикольная тема. Опилки прям как мука. Вот они лежат. Цыганская, правда, иголка. Соотношение, видите, мука. Древесная мука. И вот я начал ковырять. Он прям, кто делал хрум-хрум, а теперь хрум-хрум-хрум делает. Съебывается, типа. Вот видите, высыпается. Но это не единственное поражение. И это, скорее всего, просто-напросто сосны перебежали с больной. Вот. Надо им сказать, что дома обрабатываете. И вот она дорога, ребят. Я не знаю, как на телефоне, но немножко видно. Вот он. Вот он пошел. Может быть, он вот здесь где-то. Понимаете? Но я вот вижу. Прям вот по всей жиле. То есть по мягкой части он пошел по жилке. И вот она. И вот где он, негодяй, засел. Ладно, ковыряем дальше. Ковыряем, друзья, дальше. Падает фонарик. Хреново. Габи Петрович. Вот так не упадет. Лайфхак. Подставка из кусачек. Лайфхак. Съебывается, ребят. Где-то я уже на хвосте у него. Капец. Какая сложная херня. Наверное, такого никогда не может делать, не спорю. Но я такого, по крайней мере, не слышал. Да, неплохо он тут вырос. Вау. Блин, нет, не раздавить бы его, чтобы хоть посмотреть, как выглядит. Друзья, ну я вам скажу, он тут нихерово пообедал-то. Вот я не ковыряю намеренно. Офигеть. Плохо не видно. Ну вот, смотрите. Так, сейчас я сделаю. Ну, смотрите, друзья, какая нора. Это я вот верхний лак отковырнул, а дальше просто высыпаю иголочкой. Вот видите, кучка. Вот отковыренный лак. Вот, а дальше все, мука. Смотрите, сколько. Тут уже прям кучечка. Какой-нибудь с мизинец. На мизинец можно наложить эту кучечку. Гадаешь, какой мизинец? Вон, на большой палец. Кучень. И она прям уже, я вам скажу, ну сколько. Ух, ёпта, она все туда и дальше, и дальше, представляете? Сейчас покажу, насколько иголка залезла. Во! Насколько это? На сантиметр уже залезла иголка. На сантиметр, представляете? И он усилил активность, он понимает, что к нему лезут. И вверху один. Но он не изнутри. Он где-то здесь вот, вот в этот пазик, наверное, куда-нибудь залез. И там себе прорвил норку. Вот. Такая история. Смотрим дальше. Друзья, ну это вообще жесть. Смотрите. Вот здесь я начал, да? Потом понял, что вот здесь вот пятно, и за лаком пусто. То есть лак он не ест. Вот он, лак сверху. Вот такой где-то 4 миллиметра на сантиметр кусочек. И вот там круглый, прям видно, пятак. И вот он вот здесь сидит, я его вижу уже. Не знаю, будет он. Насколько он. А то сейчас как ломанется. Как кто в анекдоте, да? Черепаха. Она как ломанулась. Не раздавить бы его. Вижу я беленькая личинка. Представляете, ребят? Пол ноги съел. Еще бы чуть-чуть эта нога. Вообще бы отвалилась. Вот он, не знаю, ходил он вверх дальше. Ну прям там пятак, я вам скажу. Наверное, ну, может быть, почти рубль. Почти рубль по толщине. Прям так ровненько он, видимо, вокруг себя грыз. Ну, смотрите, видите? Вот. И он где-то вот здесь вот сидит. Большая, толстоватая щепка. Не до грызом, до лака. Вон он, друзья. Затаился. Оставляйте. Это видео сейчас отправлю клиентке. Так, сейчас сниму для нее минутку и продолжу видос. Друзья, ну, отправиваю клиенту видос. Так, а мы уже не стесняемся в этих... Сейчас вот так поближе поставлю, чтобы все было видно. Освещение. Сейчас принесу еще одни пассативы. Блин. Что не сделаешь для любимого зрителя? И это сейчас был не сарказм. Вот так вот мы подсветим. Подсветим. А что мы подсветим? Мы уже добрались до него. То есть он вот здесь. Вот именно вот здесь он сидит. Ну, тут толстая древесина. Я хочу его достать. Показать, что за гадость. И вот этим шилом, который я скобки вынимал. Сейчас мы отломаем кусок. Отломаем кусок. Вот они, опилочки. Видите? Смотрите. Уже закоксовались. Вон он вниз норку прорыл. Прямо вон он шевелится. Бледюга такая. Вон он сидит. Видите какой? Сейчас мы его пошевелим. Так, левой рукой надо это сделать. Попробуем до него дотронуться. Ну, видали, блядь, он это агрессирует, нахуй. Вон он, блядь. А куда ты дальше? Все. Может быть, он снизу залез. Вы представляете? Может быть, вот эту царапинку, которую я нашел, просто от влаги ее приподняло. Может быть, он снизу заполз под ножку. И под ножки. Лез, лез, лез. Ну, короче, вариант в море. Ну, вон он он. Я хочу его оставить в живых. Брать будем живьем. Ну, вон, видите вы его. Капец. Так. Друзья, ну что, разделим на два это видео. Да нефиг тут делить. Надо как-то доставать его. Сейчас я придумаю. Ну так, друзья, ничего не пришлось разбирать. Пол ноги я тут разворочил. Ну, надо будет это заделывать. Заделывать, закрашивать. Все видно на видео. Я думаю, никто бы по-другому не поступил. Но почему я так поступил? Почему я расковырял? Его можно было просто дырочку, да, расковырять и убить там, и вот так оставить. Но я вам скажу о сырости. Это место потом клиенты обнаружили бы сами и сказали, Саша, ну что же ты нам привез? Вот, это все заделывается воском или шпаклевкой. Но такое большое пространство, надо еще подумать, чем. И вот вы видите, вот он шевелится. Посмотрите, какой огромный. Вот, видите, башка его. Вот такая вот личинка. Это караед, ребята. Вон оно, хвост. Вот. Надеюсь, он не прыгнет на меня. Надеюсь, он на меня не прыгнет. Видите, хвостиком виль-виль. Еще съебывается, блядь. У него там есть норка. Есть норка дальше, блядь, представляете? Он куда-то полез. Вылазь. Влазь, блядь, такая. Хочу живым его оставить, ребят. Ну, вот он. Что он будет делать? За сколько он съебется? Представляете? Так. Как делают следователи, ребят? Подскажите, есть полицейские в чате? Блядь, как назло. Растерялся. Так, ты давай, не ломись здесь. Всем оставаться на местах. Работает мебельный ОМОН. Рулетку, где взять рулетку? Ёптаньте, как всегда. Когда надо, хер чего найдешь. Померить. Но он больше двух сантиметров. Где у меня рулетка-то? Ладно, ищем рулетку. Вспомнил, где рулетка. Вот в этой сумке. В этой сумке. А где в этой сумке? Обязательно. Так, чехол от кровати. Обязательно надо вынуть все. Тогда только она попадет. Вот он, сразу такая. Так, ну никуда он не бежит. Он признал свою вину. Написал явку с повинной. Так, левой рукой мне удобнее. Левой рукой мне удобнее. Вот он шевелится. Ну вот от десяти, допустим. Сейчас мы его пошевелим немножко. Вот от десяти. Два сантиметра ровно. Два сантиметра один миллиметр. Это гадина. Вот, друзья. Но он не один. Вот я вижу еще припухлость такую уже. Вот она. Вид. Вот вот так видно хорошо. Вот она припухлость. Это вспухлак. Вот такой участок. Вот надо найти лазейку. Где он залез туда. Где он туда залез. Чтобы начать ковырять. Так, ну что. В баночку его. Или как вы думаете? Что с ним делать? Вот эхо. Просто эхо разносилось. По ножке. И казалось. Ну, будем еще смотреть. Пустота. Слушайте. Пустота. Все. Вон там стопудово. Стопудово. Начинаем ковырять. Так. Этого гада. Сейчас. Найдем куда деть. Баночку чистенькую. Да? Надо. Чем он, блядь, питается. Сейчас. Так. Я думаю, не обязательно. Банку чистую. Вот. Нашел. Из-под кофе. Сейчас засунем туда. Щепку. Да? Просто потом. Я не знаю, что делать, ребят. Поэтому я вот так делаю. Оставляем его пока в живых. Щепочкой. Ребят. Чтобы в банку вылезло. Вот он. Пойдет ему. Не вылезет, да? Сейчас мы ее сломаем. Ладно. Сейчас я отпилю кусочек бревнышка. Так. Что делаем дальше? Значит, дальше мы брусочек я, ребят, отпилил. Брусочек отпилил. Отколол. Чтоб влазил в банку. И сейчас мы просверлим дырочку. И посадим его туда. Скребется выше. Вот она припухлость. Одна. И вот здесь пальцем я вот, слышите? Пустота. Так. Это вот наш. Никуда он не съебывается. Так как я предполагаю, что их как минимум три. Вот. Вот на свету яркий. Почему в малярке нужен яркий свет? Вот именно для этого. Лак иногда вот так вспучивается, вспенивается. Жирная поверхность была. Ну, в данном случае, видите, вредитель. Просверлил три дырочки. Одну вот наискосок и две сверху. И, значит, мы его туда сейчас направим. Направим. Пусть он там пока у нас будет. Пока я двух братьев его не достал. Ну, залай, блядь, цепляется за этот за спонгонт. Это иголка. Ай, блин, я его у кого. Залазь, придурок. Ни хера себе он агрессирует, смотрите. Видите, какие у него как кусачки. Рожа как кусачки. И он пытается агрессировать. Я его в дырку направляю. Вон, залазь. Блядь, тормоз, сука. Сейчас я, ребят, соображу, как это сделать. Соображу, как это сделать. Бляха-муха. Бляха-муха. Сейчас мы его туда засунем. Я думаю, если он своими вот этими пассатижами если он деревяску грызет, что ему стоит кусануть за кожу. Вот, блядь, такой. Вот, сука. Ничего не стоит его грызануть. Залазь, долбою, блядь. Залезет он в эту норку или не залезет. На всякий случай. Для чего, ребят? Не издеваюсь, ничего там не угораю, не ради контента. Просто понять на будущее. Вот видите, пригодилось. И я заработал на этом денег. Уже заработал. Так, сейчас посмотрим, что нам, кстати, клиент ответил. А, еще не загрузился. А, загрузился видео. Загрузилось видео, но не просмотрела еще. Так, ну у меня это дочка. Так. Что дочь тут пишет? Ладно. Так, куда он делся? А, он упал, да? Вот, мудло, корявое. Почему же ты не хочешь в норку? Я же тебе просвернул, вот, хату. Тупиздин, блядь. Маленькую, что ли, просверлил. Просто понять технологию, не технология, вообще их жизнь, блядь. Как они у чего? О! Я его затолкал туда, в ямку, вниз головой, по-любому ему надо будет что-то делать. Развернуться он не сможет. Вот такая гадость. Вот отверстие на 6. 6 миллиметров. Вот такой он толстый и длинный. 2 сантиметра 1 миллиметр. Все. Одного негодяя убрали. Ну, это личинка. Личинка же не откладывает яйца, правильно? Вот. Личинка потом превращается в куколку, а потом, собственно, жука. Вот. Ну, это еще не куколка, это личинка. 1-0. Играем дальше. Сейчас мы здесь попытаемся выскрести. Так, ну, его уже можно отправить в банку. Вот так. Чтобы он никуда не убег. Сейчас я почищу эту. Представляете, сколько сожрал. Смотрите. Ребят. Ну. Е-мое. Вон у него там нора какая. Ну, слава богу, все. Все-таки не снизу он залез. Все-таки отсюда наверное отложил жучок яичко в эту дырочку и потом маленький червячок пошел, пошел, пошел. Сожрал вот столько ноги. Орех. Дерево. Сожрал вот столько ноги. Вот я еще не все ходы его вскрыл. Вот он. Он может быть все-таки и снизу приполз. Мне так кажется. вот, друзья, вот он когда там в мае у них брачный сезон, да, в мае отложили эту личинку. Вот, друзья, такое ощущение, что вниз и вниз и вниз. А тут скребет дальше. Вообще не стесняется. Он уже и там пару раз хрустнул. Я слышал. Вообще ничего не стесняется. Да здесь можно чем угодно, блин. Чем любым ядохимикатом, я думаю, кранты ему придут. Личинки все вывелись. Вот их три. Представляете, заделать вот это. Видите, степень поражения. Это стоит 10 тысяч. Так, ковыряем следующего. Вот его слышал. И вообще не стесняется. Вот, я прям пробил. Видите, иголочкой. Оп. Видите, лак он оставил. Жучок. Лак оставляет, не кушает. Здесь мне уже, здесь ровная поверхность. А здесь вот этот, извиняюсь за выражение, выкрутас. Насколько он его сожрал. Вот я уже вижу там полость. Вот он и скрипит здесь. вот он. Вот он. И мы постараемся понять, я просто не знаю, как они, поскольку они личинок там откладывают, одна эта особь, особь, отложила. Ну, куда-то же этот жук делся, да? Если он был в квартире. Оп. Этот какой-то слезнявый и поменьше. Вот он, друзья. предмет негодования. Предмет негодования. Но здесь, слава богу, небольшая норка. Может быть, и большая. Все равно знает, откуда он выполз. Все это надо все равно будет удалять. Поэтому не стесняемся. путь его. Мне кажется, он все-таки вот откуда-то отсюда его путь. вот такое поражение. это уже называется реставрация. Я видел, как делают это мужики и сам делал, но не в таком варианте. Не восстанавливал я. Здесь просто выпиливается кусочек ореха из доски донора. Вот. Потом под этот кусочек выпиливается здесь форма. Ну, короче, подгоняется, вставляется, вклеивается, потом уже шпаклюется. То есть, такую площадь шпаклевки нанести сюда ну просто нереально. Она будет трескаться, лопаться, вечно мокнуть, сохнуть. Ничего из этого не получится. Вот. Сюда нужно значит, вот брать, допустим, какую-то фрезочку маленькую. значит, фрезой утоплять до ровного, до ровной поверхности одну и вторую. Ну, как в дверях сучки делают. Мужчины поймут, о чем я говорю. И вставлять туда этот сучок типа фальш-сучок. Вот. Или же сделать это, если будет красиво, если получится красиво, сделать как будто сучок. ну, допустим, как вот здесь. Вот. Или же притопить его и потом вклеить кусок шпона. Ну, опять же, если его реально найти. Так, куда я его делал-то? Вот он, блядь, чуть не забыл его оформить в каталажку. Чем его взять таким какой-то лопаточкой, лопаточкой кусочек бумажки сейчас. Ну, вон, я его закинул туда, чтобы они вместе не жили, а то съедят друг друга. Если он поменьше, вот ему эта норка пойдет. Оп, сам провалился. Вот их привычная сосна. Так, ну, а тут что за впухлость? И вот он какой-то мокрый. Вот, наверное, его испорожнение, короче, в собственных какашках он там был. Все, вроде бы. Вот такой участок он съел. не знаю с какого там времени. Нет, больше. Вот дальше идет. Ой, блин. Куда-то прям пошло, пошло. Нора. Нора пошла дальше. В итоге она меня куда приведет? Пока не знаю. А то я пока буду неделю ждать. За неделю они еще схавают пол кресла, блин. где же они забрался. это вот конечная его точка. Вот он где-то вот по-моему вот он идет видно. Где-то он здесь забрался. Жучок личинку отложил и вот эта личинка ползла-ползла. Вот я ее где-то догнал. Вот это скрежет, который слышала хозяйка. Вот про это она ничего не слышала. Но я услышал и вижу вот третий. Что-то третье. Сейчас мы ковырнем. Да, друзья, я не ошибся, только я вот иголочкой нажал. лак. сверху лак. Оп. И там кто-то живет. И вот она большая. Не то он вверх пополз, не то вниз. Никто мне не подскажет. лак. Я думаю, здесь стесняться не надо ломать. Как же он просто точит и не ест, я не пойму. Прямо плотно плотно набитый. Где он сам? Главное, чтобы всех найти. Представляете, уже 6 сантиметров канала. Ну, что он уже вывелся и улетел, а может быть окуклился. как выглядит куколка. Вспоминаем. Я сегодня в прямом эфире читал. Мне кажется, здесь не жилое помещение. Это мне кажется, что не жилое помещение. ну, что здесь были явно и факт. Я явно и факт. Куда делись? блин, это для меня гениальный опыт, очень хороший опыт. Первый раз такое в моей жизни, друзья. ну, вот. И вот в этой норке я никого не вижу. То есть я нашел их два. И тот, который слышала клиентка, был маленький. А снизу вон какой огромный. Так. может может быть это вот большой. Представляете, если если это вот тот. А, он был маленький. Большой был. Вон он. Ну, вроде припухлости больше нету. вот была припухлость. И все. А так по кругу надо просматривать. Может быть где-то еще. Почему они прям в одной ноге три штуки. Тоже какую-то следственную связь надо. Где стояло кресло, откуда они ползли. У них там стоит какое-то дерево. Я спросил это лимон. Нет не лимон. Огромное дерево. Почти или даже человеческий рост. вот такие вот листочки типа на лимоне на моем. Я говорю и шипы главное. Прям на лимон очень похоже. Вот это я спросил нет там назвала корти скверкос какой-то вот и это они его периодически выносят на улицу. Вот а это дерево стоит между двумя этими креслами. Между двумя этими креслами. соответственно если здесь левая нога значит на том кресле надо просматривать правую ногу и здесь заднюю правую ногу надо просматривать. поэтому я не ошибся в сроках это все немедленно делается но еще вам хочу сказать то что я не нахожу здесь особи норку дальше норка вон нашел я вот туда код ведет скажет что вы делаете с моим креслом зачем вы ему ломаете ну пусть скребет дальше не са не надо ломать друзья и вот это больше всего интересует пошла дырка прям вглубь кресла и проваливается туда иголка ну вот это уже интересный контент я думаю да все задумываются задумываются нету ли такой гадости у меня дома очень громадный громадный опыт и я обязательно попрошу хотя бы об отзыве описать всю проблему это будет очень хороший отзыв для меня для рекламы моего дела и тут вот внутрь пошла ну тут какой-то прошаренный сука живет все норки закончились две вот два отверстия пошли вглубь ножки уже такую щепку не отломаешь то есть вот это все было съедено до лака а дальше вглубь поэтому что было с верхним и с нижним это цветочки теперь начались ягодки третьего я найти не могу но там по крайней мере был или допустим почему там закоксовано все может быть это прошлогодний он вывелся и улетел на следующий год они же память у них есть наверняка насчет того где они селились и на следующий год он прилетел и отложил еще два может быть так но все же сейчас я как-то попробую посверлить вот здесь возьму сверлышко и аккуратно посверлю вот такой контент дальше что друзья дальше у нас контент то что у нас завелся кто это террариум или как это называется вот понаблюдаем немного за этими живностями и что еще ну и собственно вы видите что я натворил с креслом как я его раздраконил вот и что у меня получится в итоге запоминаем запоминаем креслица левая сторона и правая сторона как оно выглядит сейчас как оно выглядело раньше и как будет выглядеть после ремонта все друзья на этом я закончу данный видос спасибо за просмотр ваше мнение комментарии жду работаем ну периодически я буду подходить послушивать мне слышалось что здесь тоже кто-то был его надо обязательно найти если я два выну а третий там останется он скажет ну Саша это несерьезно и просмотрю на предмет наличия еще где-то повреждений все кресло все друзья спасибо лайки комментарии подписочка на канал интересный разносторонне развитый не только лалы лалы и не только танцульки у нас есть все спасибо набираемся опыта подсказывайте друзья в комментариях пишите кто сталкивался всегда читаю спасибо вам огромное за поддержку всестороннюю спасибо